Так, а что нам на завтра обещают синоптики? Так, товарищи синоптики обещают нам всего 20 градусов, зато с плюсом. Облачность переменную, ветер теплый северо-западный. Ну, кому-то будет ясно, кому-то не очень. Погода в Питере меняется с космической скоростью, а вместе с ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации эмоций дышите глубже и оставайтесь на нашей волне. Всем привет, это Женская Лига, я ее ведущая Юлия Филимонова. Наша видеорубрика «Анкета» продолжает свою жизнь, и сегодня у нас в гостях Александр Коваленко, тренер «Феникс Титан Банк». Всем привет. Сегодня у нас будет не так много локаций, потому что Александр пригласил нас в ресторан. На самом деле проблема в том, что Саша, я ему сказал, давай мы к тебе домой придем, а он сказал, что у него не убран. Нет, я домой не вожу, мне даже родители еще за три года не были. Александр, вы знакомы с нашей видеорубрикой? Не обманывайте нас. Говорю. Сегодня узнал, что Кастана есть. Тогда так будет еще интереснее. Первый, точнее второй вопрос, место рождения. Родился в Белоруссии, город Бабросик. А когда ты перебрался в Россию? Ну, во-первых, я 11 лет прожил в Белоруссии. Папа еще, наверное, когда мне было 9, уехал в Россию, в Подмосковье, в Щелково. Он там устроился на работу, и буквально через два года он забрал нас с мамой, и мы переехали к нему. То есть переезд был связан именно с работой? Да, папа был военный, ему 42 года он как-то, получается, уходит на пенсию, вот, и он решил переехать, ну, как, не он решил, а родители решили переехать в Россию. А для того, чтобы переехать, нужно было заложить фундамент. То есть первое место жительства в России именно какой это город был? Город Щелково, Подмосковье. А как потом получилось так, что ты переехал в Петербург? Мне было 11 лет, родители еще, наверное, совместно прожили еще два года, и когда мне было уже 13 лет, они разошлись, скажем так, развелись. Вот, и мы с мамой переехали в Казахстан. Город из Каменогорск. Вот, это восточный Казахстан. Климат там все-таки, наверное, будет хороший, теплый. Лето есть лето, зима все-таки зима. После этого мы переехали в Израиль. Это город Решен-Лицион. В Израиле я пожил буквально, наверное, месяца 8. Экстерном девятый класс закончил в Казахстане. Когда приехал, все-таки там образование отстает у нас, ну, с нашим, как бы, советским образованием и израильским, ну, где-то на год-полтора. То есть я уже приходил на ту же математику или физику, я знал уже все ответы заранее. Как будто я был... Вундеркинг. Не вундеркинг, а обратная, как бы, сторона книжки, да, с ответами. Вот, и все, как бы, товарищи, которые там были, и русские евреи, можно так назвать, да, и сами евреи всегда подходили ко мне и спрашивали, как вот решить такую задачу. Ну, и вот у всех, у многих, кстати, оценки поднялись на какой-то период. Молодец. И там нет таких оценок, как у нас, там, единица, да, которая может редко ставится, да, там пятерки, четверки, там все-таки стабальная система. То есть 100, потом 95, 90, такие баллы. Вот, то есть если математик там не ставит, то 100 баллов. Но когда нужно было переходить из средней школы уже, как сказать, в 10-й, в 11-й, в старшие классы, то есть там получается как, большая территория, идет начальная школа, вот прям отдельное здание стоит, потом стоит средняя, и уже там, где взрослые, можно так сказать, уже школьники, это вот 10-й, 11-й, 12-й и 13-й классы. И когда мы пошли туда, меня спрашивает вы вот, профильный хотите класс, там уже можно по профилям. То есть это получается, как у нас есть колледж, многие после 9-го уходят, а там ты продолжаешь учиться, и ты уже получаешь какое-то определенное образование, можешь корочку там получить, электрика даже. Вот, это помимо, а дальше уже, конечно, идут вузы, вот, но мы посчитали, что там это будет 13 классов, и плюс я еще тогда хотел быть хирургом. Никак не тренером или экономистом, и возраст где-то был 27-29 лет, когда я закончил университет. А прикинули мы, когда в России, мне будет 23, и вот эти лишние 6 лет мне не хотелось терять именно на учебу. Вот, и я переехал к отцу, он в этот момент уже жил в Ульяновске, то есть, ой, я еще не договорил, еще момент был один, да. Да, мы из Щелкова в Ульяновск переехали, получается, там родители развелись. В Ульяновске. В Ульяновске был развод, да, и мы уехали в Казахстан, в Усеногорск. Вот, прожили мы там, наверное, год, а родители, то есть, мама с отчимом, которые живут в Израиле, еще год там жили, в Решенлиционе, и переехали сюда, во Всеволожск. Вот, и я решил, что, получается, 10 класс я закончил в Ульяновске, и на 11 класс переехал во Всеволожск. Отучился, хотел поступить в банковский институт, у нас здесь есть, на Невском, но я там проходил подготовительные эти все курсы, русский язык, математика, и как-то родители, то есть, мама с отчимом, то есть, они же здесь уже были, решили переехать в Москву, и мы переехали в Москву. То есть, я поступал уже не здесь, который в банковский хотел, а в МОСАП, это Московская Академия предпринимательства при правительстве Москвы. Вот, я там сдавал экзамены и поступил. Буквально через месяц моего поступления, когда я уже учился, родители, то есть, ну, я родителями, как бы, называю и маму, и отчим, потому что отчим со мной тоже, как бы, с 13 лет, он меня и воспитывал, обучал, кормит, и, в общем, полностью тоже, ну, как для меня тоже отец. Мы, получается, мама с отчимом уехали опять в Искаменогорск, Казахстан, а я остался, то есть, остался с другом, как бы, это друзья семьи, я у них там жил, получается, учился, где-то полгода, вот, как семестр заканчивается, и мама говорит, я, типа, уже не могу, давай все-таки переезжай. Ну, так сложилось, что я переехал обратно в Искаменогорск и перевелся в МЭСИ, Московский государственный университет экономики, статистики, информатики. Вот, это, получается, там филиал был и продолжил, и до конца учился именно вот в этом университете все пять лет. Сергей Шабалов, если что, ему привет. Можно, да, передавать привет? Да, конечно. А он смотрит, кстати, из Казахстана, да, Федерация Казахстана очень часто наблюдает за нашим выступлением, ну, он там показывает то, что вот, там, Александр Сергеевич занимается женским футболом. И как произошло? Был какой-то частный турнир, а я, ну, знакомился с ребятами, но они такие тоже, как бы, любители, футболисты. Мы участвовали в каком-то частном турнире. Но там тоже, что самое интересное, когда участвуешь, платишь, по-моему, 10 тысяч тенге, на наши это было 2 тысячи рублей, там, курс такой один к пяти, победители забирают там 40 тысяч, да, 8 тысяч рублей. То есть, в Казахстане нет таких турниров, где ты только платишь, а вот за победу ничего не получаешь. В любом случае, как бы, кто побеждает, тот забирает деньги. Это намек у тебя. Это у них развито, да. И у нас, получается, как бы, на траве в Миньку играют миньковским мячом, да, а там пятеркой. Там немножко всем, как бы, формат один, да, а мяч другой. Вот, и когда я сюда приехал, думаю, ё-моё, что это такое, изверги. Ну, это можно, ладно. Ну, как, как приехал? Вот. Да, самое главное. Я тогда жил еще, можно сказать, снимал две комнаты, там, как бы, это гостиница, где останавливались чаще всего хоккеисты. Вот, потом он переделал уже хозяин, типа, знаете, как комнаты сдавать. То есть, там есть санузел свой полностью. Вот, первое время я жил, потому что, как бы, только университет закончил и, как бы, сам бился, как бы, дальше работал, строил свою карьеру. Вот, и администраторша видит, что я иду. Мы проиграли, в общем-то, иду, и говорит, Саша, что так грустишь? Я говорю, да вот, говорю, попросил человека одного найти игроков, и что ты, как-то мы все проиграли. Он говорит, хочешь, я тебе, говорит, познакомлю с тренером одним по футболу. Я говорю, ну, давай, с каким? А он, у нас такой длинный коридор, а еще он курит каждый раз. И вот, злился на него, я не знал, кто это, вот, злился на него очень сильно, что этот запах дыма, да, и попадает в комнаты. Вот, ну, он говорит, идем. Ну, и вот, все, она меня познакомила, это Сергей, это Александр, вот, у него есть какие-то там какие-то вопросы, ну, и она ушла. И вот мы с ним как-то так, слово за слово, а у нас как-то вот были как-то такие перспективы, как бы мы смотрели вот в одно русло, можно сказать. И буквально через месяц был новый турнир, он берет своих игроков, мы занимаем второе место, все круто. И как-то мы садимся после турнира и решили организовать, прям юридически открыли футбольный клуб Алматы. После Алматы я решил переехать в Питер. Меня брат пригласил, двоюродный, который сейчас живет за бугром, вот, и вот я вот здесь сейчас. Столько городов и стран ты успел посетить, как тебе Питер и какая больше страна или город тебе понравилась? Где тебе больше всего понравилось жить? Я бы жил бы в Алматы, при всем уважении к жителям Санкт-Петербурга, вот, но там просто климат для меня немножко, наверное, больше мне подходит, чем здесь. Там постоянно солнце, да, там бывает жара, которая не переносится, да, но как-то это все выживают в этом, да. И все-таки там горы, в горах есть снег, можно летом поехать, снежки поиграть, можно хоть зимой в походы ходить. Есть такие места в Алматинской области, да и вообще в любой точке, да, Казахстана, где можно идти так, что вот 15 минут одна погода, да, через 15 минут там солнце, потом туман, вот все, град. И потом опять солнышко выглядывает. Это неизбываемое впечатление. Расскажи нам, где ты сейчас живешь, в Петербурге. Здесь, в Мурино, ну, в восточной части. Это как понять? Ну, западная, там, где Менделеева, это та сторона, а я живу со стороны, где привокзальная площадь. А почему именно там, как выбрал, в своя квартира или нет, вот у Марины шестикомнатная? Ну, я не знаю, как она так выбирала эту квартиру шестикомнатную, но у меня таких не было еще. Я сначала жил во Всеволожске, в бабушкиной квартире, вот, и во время пандемии завел кошку. Кошка. Зовут ее Сири. Окей. Да, не Алиса, а Сири, да. И так сложилось, что нужно было переезжать, потому что мама хотела жить в этой квартире, а я, как бы, с родителем нет. И я очень долго выбирал квартиру, потому что с животными просто не пускали. И вот у меня был как-то так, в какой-то момент вообще вот все одни отказы, вот, нет, с животными нет. И вот буквально через 2-3 недели у меня появилось 2 квартиры, одна на Ладожской, это вот недалеко от Эфбейс, и вот здесь вот в Мурино. Вот, и я остановился в Мурино, потому что я все-таки постоянно за рулем, и мне нужна была транспортная доступность. Здесь очень быстро можно выехать на КАТ. Получается, у тебя не своя квартира, а ты снимаешь? Да, снимаем. Следующий интересующий вопрос. Семейное положение. Холостой. После института ты пошел работать по специальности? Ну, могу сказать, что да, по специальности в банк. В Фениксе там банк. Нет, в Хаскоммерсбанк, это в Казахстане, но сейчас, по-моему, такого же банка даже нет. Не буду спрашивать, почему. Это большой банк. Ну, власть меняется, и банки объединяются, сливаются. Какая сейчас у тебя профессия? Тренер по футболу. Только тренер по футболу? Да. А еще мы знаем про... Не надо, это не надо. Кем ты вообще работал еще, если не брать, вот, банк? Сначала настоящий банк, а потом тренер Феникс Титанбанка. Были ли еще какие-то специальности? Да, занимался логистикой. Перевозки грузов из России в Казахстан, из Казахстана в Россию. Иногда было, что как-то не было сейчас каких-то политических действий, из Украины, из Киева возили также в Казахстан грузы. Первый участник анкеты, он чемпион, вошел в топ-10 по настольному теннису с три девушек в Санкт-Петербурге. Ты не хочешь сыграть с Мариной? Мы сделаем турнир по настольному теннису. Только она же меня обыграет, чемпион мира. Ну и что? Нормально. Для этого мы и делаем женский турнир. У меня второй разряд взрослый. О каком чемпионе можно говорить речь? Нет, я не смогу с ней сыграть, вы что? Она же меня обыграет. Были ли у тебя прозвища за твою жизнь? В Urban Cup мне дали два прозвища. Это русский клоп и очкастая кобра. Ну, давай так, почему русский клоп, почему очкастая кобра? Ну, говорят, что я когда был в очках и не подстрижен, напоминал Юрген Клопа, когда он в очках был. Да, и потому что мы когда ездили с мужской командой в Москву, меня там вот назвали именно так. А когда уже мы здесь играли в чемпионате Urban Cup, то у нас завязалась такая стычка с одной командой, по-моему, Old Foot называлась. Могу ошибаться. И я решил заступиться за своего игрока. Я был на мостике, в пиджачке, в очках. Это был первый матч, может, помню, даже, или второй. Вот. И на него налетают, и я заступился грудью, все, разнимать. И команда тоже в этот момент подбежала. И тот, извините за выражение, человек, который, да, на нашего наезжал, обозвал меня очкастой коброй. Ну. Ну, что самое интересное, я уже не помню, как его зовут, и мы буквально там через месяц, через месяц мы с ним встретились и как-то подружились. Ну, обычно так самое сильное дружбу. И больше никаких драк не было, ничего, как бы все друг друга уважали. А если брать русский клоп, и если не смотреть только на внешность, вот, очки, кепка, там, прическа, а есть ли какие-то параллели, вот, что, с чем ты можешь связать себя с Юркиным клопом? Ну. В чем мы похожи, может быть? Да только, может быть, внешности были похожи, а так больше. Он где, где я? Тут сравнивать даже незачем. Твой игровой опыт, любитель, профессионал? Любитель. Играл за мотор Ульяновск. Ну, сначала в Беларуси играл, у нас там делились клубы по регионам, я играл за девятый регион. Вот. Играл под вторым номером нападения. Удивительно, да? Не в защите. А потом, когда мы переехали в Ульяновск, я за мотор играл, а когда в Щелково, за Спартак. В Щелково. А почему не получилось пробиться в профессиональный футбол? Ну, скорее всего, травма лодыжки, вот, потому что, когда идет большая нагрузка, она у меня опухает, и уже думать о каком-то профессиональном футболе не хочется. Да и родители постоянно отговаривали, что футбол кормить не будет. Да, кажется, надо будет. Спорт кормить не будет, поэтому никакого футбола, иди вон в экономику, в хирургам, зарабатывай деньги. Какие у тебя есть достижения в футболе? В моем любительском особо достижения не было. У меня достижения только, когда мы открыли в Казахстане, здесь, в Санкт-Петербурге, футбольный клуб. Вот только вот с парнями и с девчонками, вот в частном турнире. А в Казахстане официально мы выиграли чемпион города. А есть ли у тебя самая запоминающаяся награда в футболе, может, за мужскую команду или за женскую, там, скажите, какие-нибудь турниры? Наверное, скорее всего, это будет не футбол, а настольный теннис. В Казахстане у нас проводились корпоративные игры, но называется Олимпиада среди всех консалтинговых компаний. То есть там очень много внутри компаний, СПшки, то есть совместные предприятия. У нас человек там где-то 400, то есть у нас был футбол, бег, потом вот настольный теннис, еще какие-то были, в которых я, может быть, не участвовал, но в основном я только бег на 100 метровку и настольный теннис. Вот, и когда мы играли против французов, это был, наверное, топ-матч, и вот мы их выиграли в тяжелейшем матче, потому что сначала играет первая ракетка со второй ракеткой, потом в паре играют парни, и потом смешанные, еще у нас девушка третья играет. Вот, и вот в последнем матче мы выигрываем их и получаем вот золотую вот такую большую медаль. Вот тогда я был очень счастлив и радовался. Ну, она прям сразу... Она тяжелая, именно... Как диск такой. Да, в Ускеногорске есть монетный завод, и там выпускают именно вот большие вот медали железные такие, но она как золотая полностью. Вот, и победителям вот выдавали. Расскажи, какая у тебя позиция на поле? В данный момент у меня позиция на бровке, то есть я уже тренер футбольного клуба Феникситан Банк. Мы знаем, что ты играешь в пробереге мужской. Или уже? Играл. Точно играл. В зимнем турнире играл, в летнем играл, застранник. Вот, и сейчас будет еще одна команда, по-другому называться будет. Я думаю, надо говорить нет. Да, можно, конечно же. Будет называться Коваленко и компания. А ты, получается, там будешь в поле или в воротах? Я буду в поле, плюс будут несколько игроков с мужского Феникса, вот, и плюс еще будут приглашенные сторонние игроки. Ну и есть игроки, которые будут отстранника. Какой у тебя стиль игры? Атакующий. Люблю атаковать. Расскажи, опиши его. Ну что, я не люблю, когда делается там... Защищаться ты не любишь? Защищаться люблю, но я люблю быстро атакующий футбол, когда сделано там 3-4 передачи и уже нападающий перед воротами должен уже завершать. Это большой успех на самом деле. А когда вот катать мяч на поле там под несколько минут и потом доводить дело до конца, ну, это как играть в шашки и в шахматы. Вот, я предпочитаю быстрый результат. А, то есть твоим командам передается твой стиль? Мы стараемся, но мы попадаем в такие лиги, где уже команды, ну, как высокого уровня. Вот тот же Антарес, Звезда, там бывают Бутсы, вот, и с ними очень сложно такой футбол играть. Ну вот сейчас вы, получается, заявились на 7 на 7, как ты думаешь, у вас получится показать вот тот футбол, который именно тебе нравится? И на тренировках, я насколько знаю, вы тренируетесь в химике сейчас, вы как раз обрабатываете, отрабатываете какие-то такие моменты? Мы стараемся, конечно, в быстрый футбол играет, но переход от мини-футбола к большому дается пока девочкам очень сложно. Есть ли у тебя любимые клубы или сборная? Ну, в детстве папа сюда приносил Спортэкспресс, и самая первая газета была в 96-м году, когда Дорненская Боруссия выиграла Лигу Чемпионов. И вот отец приносит газету, и я вижу вот эту картинку, где игроки ликуют о своей победе, и я понял, что, ну, не знаю, как-то так, или, может быть, передалась вот эта энергия, да, вот, в душу, и вот стал болеть вот именно только за эту команду. Как тебе вчера матч? Стоп-кадр. Мы спорили. Этот выпуск выйдет через неделю. Ну, ничего страшного. А, ну, пускай все знают, когда мы снимаем. Там уже была ответная игра. А, да. Что ожидаешь от ответной игры? Как тебе первый матч и что ждешь от ответной игры сейчас против Атлетиков в Лиге Чемпионов? Ну, я надеюсь, что Терзич ошибки исправит. В прошлом сезоне в последнем туре все решалось. Баруси надо было победить, а Бавария, они ввели на одну очко, по-моему, Бавария выиграла, а Баруси сыграла мячу, и они опять не выиграли. Да, они не выиграли уже некоторые, ну, уже много сезонов. Это просто, это какое-то проклятие, мне кажется. Ну, потому что там такая команда еще была слабая. Ну, валидольная команда, что вы хотите? Зато тут всей душой выкладываешься, когда команда проигрывает или выигрывает с каким-то там преимуществом один мяч, значит, ты так вот трясешься, сидишь перед экраном, но зато получаешь удовольствие. На самом деле, хорошая техничная команда, и она любит быстро атаковать, да. У них хорошая академия, на самом деле. Очень много игроков распространяется, ну, их забирают прям вот пачками во все другие клубы. Есть ли у тебя любимые игроки? Да. Любители, профессионалы? Ну, давайте все-таки профессионалы, да, все-таки в футбол так проще будет. Мас Хуммельс, это для меня самый лучший защитник, вот сколько я живу, да, он. Мирослав Клозе, нападающий. Клинсман, он тоже нападающий был, но он уже не играет, он уже как тренер. Он вот в последнее время Герт тренировал. Он уезжал в Америку и просто вколачивал там десятки за игру. Это было здорово. И Томаш Росицкий, который тоже лет, наверное, 10, как закончил футбол. Ройс. Ройс, Марко Ройс, да, я считаю, он преданность его, то, что он даже уходил, ментнул в Гладбурскую Боруссию, он все равно вернулся в свой родной клуб. Да, ему не удается никак выиграть чемпионат, он все время близок к этому, но такая судьба, наверное. Если бы, может быть, он в Баварию бы ушел, там бы он уже много раз бы становился чемпионат. Как Мас Хуммельс, да, ушел в Баварию, денег заработал, вернулся. Ну, и так же, ну, я считаю, он тоже предан Боруссии. Но он игрок Академии Баварии, то есть он из Баварии пришел в Боруссию, отыграл много сезонов с Юрген Клопом, Тухольным, и потом уже ушел только в Баварию. Саша, расскажи, есть ли у тебя любимое кулинарное блюдо? Ну, пельмени, наверное, и солянка. А ты сам готовишь или кто-то, или заказываешь? Ну, я очень люблю домашние пельмени, поэтому я иногда к родителям езжу, они мне так накладывают, и я домой в морозилку. А солянку я в основном ем, конечно, в кафе, вот. Ну, это мой любимый, как бы, суп, можно так сказать. Кто в твоей жизни готовит лучше всего? Мама. Любимая книга? Том Сойер. Почему? Объясню. В детстве, когда я ее не хотел читать, меня ее просто заставляли. Каждый день я садился на кухню, и чтобы поесть вкусное печенье или с чаем, мне приходилось прочитывать там несколько страниц. Ну, вот, она стала любимой. Заставили любить. Любимая группа песня? Ну, у меня самая любимая группа тоже, вот, не поверите, ну, все идет, наверное, с детства, да. Это мистер президент, Я-Я Кока Джамба. Я-Я-Я, стоп-стоп. Я-Я-Я. Спорт, кроме футбола? Ну, скорее всего, это Формула-1, вот, потому что все-таки я люблю скорость. Болею за Макса Ферстаппина. Раньше за Ярна Трули, но когда еще в детстве, конечно же, это был Михаил Шмайхер. Вот, не пропускал ни одной гонки, даже когда в Японии, а у нас это в 5-6 утра, приходилось вставать и смотреть. Вот, а сейчас, конечно, там добавились уже Эмираты, ну, это ночные гонки, вот, тут уже можно смотреть и вечером. Но каждое утро у меня был маленький такой телевизор, красный, не помню, как он называется, вот, он черно-белый был. Иногда, когда постучишь им где-то цветное, иногда черно-белое, но неважно, главное, не пропускать гонки. Вот, конечно, если бы не его авария, я бы дальше бы за него болел. Ну, а так сейчас Марк Ферстаппин молодой гонщик, энергичный, дерзкий, вот, таких не хватает, очень мало. Вот, а что касается настольного тенниса, вот, как футбол закончил, да, я начал заниматься настольным теннисом, учиться, играть, конечно, было очень сложно, но меня брат, который сейчас живет в Турции, он меня, конечно, всему научил, и даже вот именно играть в этот настольный теннис. Мы пошли в первый раз куда-то в подвал, ну, это еще в Усть-Каменогорске, 10 часов играли. И я получил большое удовольствие, восторг, и начал продолжать, записался в одну секцию, и два раза в неделю ходил. А по воскресеньям в 9 утра каждую неделю мы играли, ну, как бы между собой все этот турнир. И у меня получалось обыгрывать игроков, которые КМСники. Но когда были такие крупные турниры городские, ну, из 90, там, или 100 человек, я вот всегда почему-то играю как в серебряном финале. Вот почему-то в золотой не могу попасть, да, а вот именно только в серебряном. Еще, когда я учился в школе, очень любил играть в шашки. Меня бабушка и папа учили вот именно, ну, всем навыкам, можно так сказать, да. И как-то я был, получается, в пятом классе, да, я был в пятом классе в городе Щелково. Были соревнования, играли все возраста, то есть в едино, то есть, да, то есть я мог играться с одиннадцатым классником, там, с девятым и так далее. Я обыграл всех, вот, и одиннадцатый классник, то есть я взял, никому не проиграл, первое место, все. Грамоту мне так и не дали, сказали, что учители, сказали, что типа... Пойти классникам рано. Да, нет, нет, сказали, что завтра принесем грамоту, и я так ее не получил, типа, говорят, что директор забрал. И тот, кто проводил, участник, вот этот мужик, говорит, типа, Саш, пойдем в мой клуб. Я говорю, ну, ладно, хорошо. И я думал, сейчас я приеду, и там будет турнир. А туда приезжай, а там просто как бы, ну, тренировки, да, получается. Я пришел, мне все обыграли. Я так расстроился, и мне он говорит, Саш, не расстраивайся, ты же только первый раз пришел. Приходи на следующий. Я говорю, ну, я подумаю. Ну, типа, какая-то боль детская, да, мне сколько там было-то, не знаю, лет, наверное, 12, где-то, наверное, не больше. У меня грусть, печаль, что я тут в школе всех обыграл, а тут, ну, просто всем, вот, просто продул. Прихожу домой, родители говорят, успокойся, сейчас там покушаем вкусненько, все, и завтра пойдешь опять туда. Я прихожу туда, и опять все проиграл. Но уже как-то я стал сильнее, что ли, еще раз. И вот через два месяца проходили, говорят, такие турниры, я обыграл всех, кроме одного, помню. Вот я взял второе место. Еще мой соперник, который на первом месте пришел в малином пиджаке. Как хорошо он помнит это все. Да, я помню, он пришел в малином пиджаке, он учился в физмат-школу номер один, и, типа, сказали, вот ты у него не выиграешь, типа, но он действительно, он меня старше был, получается, но он одиннадцатый классник, ну, голова-то немножко по-другому соображает. Вот, и все, и... Ну, не то, что там совсем, да, ну, чуть-чуть борьбу я ему дал, а так, конечно, он меня легко обыграл. И за второе место я получил первый раз денежку, по-моему, 300 рублей, если я не ошибаюсь, я купил себе очки и Сюбр, знаете, вот такая приставка, только в виде клавиатуры и картридж вот эти оранжевые вставлять. И два джойстика, получается. Это вот мой был, как бы, первый приз, как бы, мое награждение, вот награду, да, и вот приобретение. А есть ли у тебя любимые видеоигры? Да, есть. У меня любимая игра это FIFA 23 и Gran Turismo. Дима у нас профессионал в FIFA, сыграешь ли ты с ним? Да, я с ним сыграю, если он вызовет меня. Посети мне, нет, мне трески. Слабое звено 3 надо снять. Да, слабое звено 3. На слабое звено 3 снимаю. Давай, если я выиграю у тебя в FIFA, то ты закрываешь нам слабое звено 3. А должен я быть с жестиком или другой человек? Ты. Нет, ты сказал, что ты выиграешь у меня, но не сказал, кто будет с жестиком. Ну давай, договорились. Хорошо, договорились. То есть, если я выиграю, слабое звено 3 за твой счет. Хорошо, если ты проиграешь, то что мне? То мы выпустим этот ролик. То игра для ФТБ одна бесплатная? Нет. Почему? Бедная лига. Хорошо, мы договорились с тобой. Все это на камеру зафиксировано. Да. Саша, у тебя есть мечта? Да, свой стадион. Хочу построить свой стадион, чтобы дети занимались бесплатно. Ты уже на каком-нибудь этапе сейчас или это пока только мечта? Ну, скорее всего, это пока мечты, но надеюсь, что моя мечта все-таки реализуется. Кого бы ты хотел видеть из игроков любительской лиги еще в своей команде? Я бы, конечно, хотел бы видеть еще несколько игроков. Вот, но... Не будешь их называть? Но я, да, одних не назову. Я хочу видеть в своей команде. Холмочка, Цымбалюк, Королева, Самарская. У нас сейчас будет Блиц. Я тебе говорю два варианта. Ты быстро отвечаешь. Я не был готов к этому. И называешь один из вариантов. Не переживай, ничего страшного не будет. Поехали. Формат 5 на 5 или 11 на 11? 11 на 11. Феникс Титан Банк или Феникс Атлант? Титан Банк. Капитан Кротова или Капитан Макаленко? Кротова. Чемпионство Боруссии с Ройсом или чемпионство ФТБ? ФТБ в право берега. Ульяновск или Бобруйск? Не то, не то. Питер или Алматы? Алматы. Блин, попыталась. Команда Коваленко или команда Волонца? Розыгрыш. Итак, Александр, что вы принесли нашим забителям? Ну, я не скажу, что это вкусненькое и съедобное. Это свеча Феникс Титан Банк. Вот такая она круглая. И горит. И горит, да. Все-таки это же Феникс, он должен гореть. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно поставить лайк и обязательно быть подписанным на сообщество. А также не забывай делать репосты. Тут, кстати, есть инструкция. Отлично. Вот в маленьком кружочке. Зажечь. Да. Зажечь спичку. Тут написано, внимание, не оставляйте горящую свечу без присмотра. Следи за ней пока что. В пределах доступа детей, домашних животных и сквозняков. Это были мы в гостях Александра Коваленко и ведущая Юлия Филимонова. Всем пока. Пока. Это не видеорубрика же. А, видеорубрика, да. Видеоанкеты. Видеоанкеты продолжают всю жизнь. Куда мне? Петелечку сюда? На волосы свои. На волосы. Я могу тоже все расстегнуть? Тебе не надо расстегнуть. Не уйдем отсюда уже 40 минут. Я понял, почему 20 минута выходит. Сейчас едим, а потом только снимают. Слишком расслаблен. Вот это ты имеешь в виду? Валерина была очень зажатна. Надо вот так сесть, и тогда не будет живота. Я нормально, ровно сижу, плечи так. Свет на меня как падает. Всем привет. Радно. Так, ладно. Ладно. Всем привет. Давай. Или что? Сначала я. Ты уже сказала. А я просто скажу всем привет. Сначала я говорю, потом ты. Всем привет. Я не могу тебе верить. Давайте дальше попробуем. А вот эта девочка, которая Марина, да? Или как ее? Это Зиногина? Да, она сказала, как зовут мужик. Да. А что ты? Есть ли у тебя сейчас какие-нибудь хобби, увлечения в жизнь? Да, есть. Ах, что написано? Ты че? Давайте сейчас. Настольный теннис путешествия. Есть ли у тебя интересы, увлечения в жизнь? Да, есть. Настольный теннис. Формула-1. Ай, ты. Что нафиг нам нужен? Настольный теннис. Ты Марине привет передаешь? Это раз в год играем. Давай не буду спрашивать, какие самые для тебя памятные путешествия. Это долго. Один переезд, только путешествия. Реально. Варламова тоже нравится, она хорошо играет. Виза, но она в звезде. Она в звезде. А я ее помню, она еще потихонечку начинала, начинала. Сейчас только она выросла. Она там где-то, на ты дошла. В Сраве. С наградой есть самое запоминающееся не в футболе, а в настольном теннисе. Опа. Большая вот такая. Ракетка. У нас есть... Узи. Вырвалась. Я ее получил за настольный теннис на Олимпиаде. То есть я когда работал... На Комаре. А что такое это? Подождите там, секунду. В Пекине. Или в Москве. Прости, пожалуйста, какая Олимпиада. Давай, давай, ты стала в Блескаде. Короче, Олимпиада среди... Танцов, ты там... 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 Хочешь чай копить? Мы переходим к нашему розыгрышу. Это что-то грустно, это розыгрыш. Ура! Розыгрыш! Нет, просто розыгрыш. И сейчас у нас... И сейчас. Все, хорошо. Розыгрыш. Это были мы, я, Юлия Тельмонова, и наш гость Александр Коваленко. Всем пока. Нет, неправильно. Ты называешь... В гостях был Александр Коваленко, а я говорю и ведущая... Хорошо. Едет фирмоновано. Как тебе будет породен выше. Я-я-я-я, Коку-джамбо, я-я-я-я-я! Телё! Я-я-я-я, Коку-джамбо, я-я-я-я!